Всем привет! Добро пожаловать на уроки Lua и Roblox. Этот урок поможет нам быстрее находить ошибки в наших скриптах. Я расскажу про Script Analysis Tool. Вот посмотрите, вверху у меня есть кнопка, вкладка View, Script Analysis. Можно включить-отключить, появляется дополнительное окошко. Ну, мы к этому еще вернемся, это основная тема нашего урока. Но посмотрите, вот у нас есть два скрипта справа. Два серверных скрипта, один серый, у него видите Properties. Disabled, запрещенный. И другой, вот этот вот запрещенный. А вот этот активный скрипт, который я буду дописывать. Посмотрите, что добавили в Roblox. Раньше мы эту галочку Disabled видели только в виде серого значка. Серый или такой светло-голубой. А теперь, если мы запрещаем наш скрипт Disabled, то видите, вот здесь появляется такой префикс Disabled. Так что сразу, если у нас есть открытые скрипты, мы сразу видим, что этот скрипт запрещен к запуску. Вот с помощью этой галки. И он не будет работать. Удобно. Недавно появилось. Итак, дальше. Дальше мы рассмотрим, что у нас новое. Инспекция Require. Есть такая штучка Require. У меня в старых уроках я про это рассказываю. Как можно подключить код из какого-то ресурса Roblox. Можно создать модуль. Ну, посмотрите, у меня урок про модули. И можно модуль загружать не только по имени, но и по номеру ресурса, если опубликован этот ресурс где-то в Roblox. Но много нехороших людей создавали свои скрипты, которые вы потом в тулбоксе брали, и прятали с помощью вот такой штуки Require. И, например, по номеру ресурса, по ID, обращались. А, ну давайте я здесь нажму. И чтобы мы открыли форум. И давайте я по нему прокомментирую и заодно посмотрим. Так вот, многие прятали в скриптах какие-то обращения к, ну, можно сказать, хакерским, другим скриптам. И вы не могли это заметить. Это было хорошо запрятано. Итак, ну, демонстрационный скрипт. Давайте мы его повторим. Какая-то функция test, которая подгружает код. Код спрятан в каком-то ресурсе. Так, мы эту функцию запустили. И давайте посмотрим, что в нашем написано. Исходный код для ассета, таким ID, которого мы с помощью Require подключаем, вот три строчки. При подключении Require у нас должна быть напечатана вот эта строчка. И печатается, ну, отладочная информация в окошко Output. Так, ну, давайте запустим наш скрипт. Запустили. И уже видим отладочную информацию. Так, ну, я остановил нашу игру. Так, и вот мы видим уже новое поведение Roblox Studio. Что запрошен ассет, ассет, с таким номером. Можно кликнуть и нам, нас переводят сразу в исходник на эту строчку. Так, написано, что запущен он из функции test. Из второй строчки функции test. Вот, а сама функция test запущена на пятой строчке. Дальше нам пишут, что был запрошен ассет с таким-то номером. Так, дальше как он был запущен. И вот печатается информация, которая в исходнике, которую мы видели. Печатается, this is dummy. Это только для отладки нам сделал Roblox. Вы можете, ваши точнее, модули будут, конечно же, иметь другой ассет номер. Но теперь, смотрите, вот вы запускаете свою старую игру. Какую-нибудь. Запускаете ее. И видите, теперь в output окне, если скрипты, которые вы взяли из тулбокса или сами написали, где-то подгружают require. Так вы их быстро найдете. Быстро сможете запретить или проверить, для чего они там находятся. Не находится ли в них что-нибудь опасное. Так, ну в принципе, по отладочной информации, по require я все рассказал. Что нам тут еще говорят. Ага, ну я это уже сказал. Что теперь очень просто находить ошибки, которые попадают к нам из этих модулей. Так. И некоторые люди использовали эти require, чтобы спрятать какую-нибудь нехорошую логику в играх. Загружать эксплойты и так далее. И теперь, вот такая отладочная информация позволяет ваши игры делать более безопасными. И быстро находить вот такие уязвимости. Ну вот и все. Новость очень простая. Ну и в конце урока я хочу рассказать, тоже есть у нас статья. Вот она. Только, наверное, мы ее смотреть не будем. Вы сами посмотрите, если что, я ссылку дам. Я ее сразу на русском языке буду говорить. Это называется Script Analysis Tool. Вот мы видим, у нас есть окно, которое мы можем спрятать и открыть, нажимая кнопку во вкладке View Script Analysis. Здесь ничего сейчас нет. Что делает этот анализ скриптов? Это статический анализ вашего скрипта, который вы сейчас набираете. Он работает в момент нажатия набора любой информации. То есть еще до запуска игры. Он нам показывает не только ошибки, но и предупреждение о возможных ошибках, которые мы можем совершить. Допустим, мы что-то забыли сделать. Ну давайте рассмотрим, что он нам делает. Например, если мы захотим воспользоваться какой-нибудь переменной, которой нет. Пишем, например, f присвоить xx. Так, ну и у нас уже появилось в окошке скрипт анализ. Нам говорят, что на седьмой строчке мы пытаемся обратиться к какой-то неизвестной глобальной переменной x. Ну отлично. Точнее xx. Извините, здесь я не могу увеличить размер шрифта. Он такой маленький. Так, ну ладно, первое предупреждение мы посмотрели. Иногда это очень полезно. Так, ну вы знаете, что Roblox все время развивается. И там появляются устаревшие функции, которые оставлены для того, чтобы старые игры Roblox продолжали работать. Но потихоньку от них избавляются. Вот давайте пример. Например, вот такой. Пример из статьи. Так, появилось предупреждение. Девятая строка. Глобальный объект Game с большой буквы устарел. Используйте вместо него Game с маленькой буквы. Так, ну предупреждение исчезло. Это пусть висит. Ну и с такими случаями вы, наверное, могли столкнуться, если вы из тулбокса загружали какие-нибудь скрипты и пытались там разобраться, как они работают и так далее. Так, давайте следующий пример попробуем. Так, у нас появилось предупреждение вот про эту функцию. Глобальная переменная B, вот эта вот B подчернутая, используются функции в локальной функции. В замкнутой функции. Ну, я не знаю, можно так сказать в роблоксе или нет. И нам советую переименовать эту переменную, использовать локальную. Давайте попробуем. Проблему эту решим. Кстати, я вам всегда советую использовать локальные переменные. Так, почему на A у нас не ругалась? Потому что A это параметр функции. Так, все, предупреждение исчезло. В чем может быть проблема? Дело в том, что, смотрите, закомментировал я этот B. Если у нас есть еще какая-нибудь функция. Например, вот такая. TestFunction2. Ну, или, ну, два. И она какие-то другие значения заносит. Ведь дело в том, что две разные функции, они заносят, изменяют значение, которое хранится в глобальной переменной B. Если вы из множества функций получаете доступ к этой переменной, то можно запутаться, потому что вы не знаете, например, если у вас много скриптов, в каком порядке, какая функция изменяла значение B. Поэтому, если мы сделаем переменную B локальной, то она никуда, вот этого замыкания функции, не уйдет. Дело в том, что локальные переменные, тоже смотрите мои первые уроки про переменные и так далее. Локальные переменные, они работают только в той области видимости, в которой их определили. И эта область видимости в данном случае локальная. Это функция TestFunction. Так что, когда функция завершается, место под эту локальную переменную B освобождается. Функция сделала свое дело, и все, память у нас освобождается. Ладно. Так, что у нас дальше? Какой пример? Давайте попробуем вот этот пример. Так, какие предупреждения у нас? Ага, вот. Дело в том, что, смотрите, мы здесь используем конкатенацию. Это склеивание строк тоже, смотрите. Самые начальные уроки про язык луа. Я, конечно, мог написать вот так. Тогда никаких ошибок нет. Но если мы склеиваем очень много строк, например, вот так. Так. И вот так. Вот так. И тут в конце кто-то добавил комментарий. Мы делаем конкатенацию, значит, склеивание с локальным плеером. Преобразуем локального плеера строку с помощью функции toString. Там будет его либо ID, либо имя. Но это не важно. Вот. И обратите внимание, вот я убираю эти отступы в начале. У нас подчеркивается оранжевым. Это не ошибка. Это всего-навсего предупреждение. И написано, что у нас выражение разбито на несколько строк. И попробуйте использовать отступ после первого переноса строки для того, чтобы предупреждение исчезло. Видите, я сделал отступы. Все. Теперь наш анализатор кода понимает, что мы умышленно разбили строчку. Это выражение на несколько строчек. И поэтому это предупреждение исчезает. Так. Давайте смотрим следующий пример. Так. Вот у нас подчеркнуто testFunk. Так. TestFunk. У нас какой-то уже был testFunk. Давайте я все это удалю. Лишнее. Итак. Теперь подчеркнуто правильно. Почему testFunk был подчеркнут? Потому что у нас уже была функция с таким именем выше. В примерах. Так. А здесь что за предупреждение? Встроенное глобальное ключевое слово wait перезаписано здесь. Сделайте его не глобальным, а локальным. Например, чтобы использовать как переменную. Вот так. Local. Все. Ну вы знаете, что у нас есть wait глобальный. Кстати, здесь ошибка будет. Потому что здесь wait будет вызываться локальный. А у нас в данном случае локально описана функция. Ой. Переменная wait. То есть тут будет уже ошибка, которую не видит наш анализатор скрипта. Будьте внимательны. Что же можно сделать? Можно, например, wait написать с большой буквы. Тогда все будет работать. Wait с большой буквы это переменная локальная. Вот. А wait с маленькой буквы это пауза. А, ну вот здесь у нас wait тоже например показан. Ну, старайтесь вообще избегать называния переменных и ваших функций словами, похожие на зарезервированные ключевые слова. Тоже смотрите мои начальные уроки. Я там какие-то ключевые слова уже описывал и вы могли с ними сталкиваться. Смотрите, здесь если я локал уберу, то а, ну здесь появилось здесь появились другие совершенно предупреждения. Написано, что wait была функция с большой буквы. Она деприкейтед. Она уже устарела. Нужно wait маленький использовать. Дальше на этой же строчке вам ругается что встроенная wait здесь перезаписка а, здесь же на этой же строчке встроенную wait хотя она и устаревшая но она все еще встроена в наш роблокс. Мы пытаемся занести какую-то переменную. Вот так. Ну и третье третье это уже видите, кликаем на строчку с ошибкой или с предупреждением в данном случае переносят. Нам говорят, что опять wait устарела. но они же не знают что мы хотим мы может быть хотим напечатать адрес где хранится в памяти вот этот вот wait устаревший. Так что это не ошибки видите w02 это значит предупреждение 002 w010 это предупреждение но это кодовый кодовый номер предупреждения например в службу поддержки обращайтесь и можно им не длинные роблокса не длинное название ошибки диктовать а просто говорить W01 так ну никто конечно не будет обращаться в службу поддержки давайте что у нас еще осталось так мы это уже исправили давайте посмотрим вот такой пример ага вот у нас подчеркивание на placeholder вы наверно сталкивались с placeholder когда на начальных уроках тоже и в циклах и так далее я говорил если функция возвращает несколько значений а нам нужно например не первое значение а второе то зачем нам тратить имя переменной и куда-то сохранять ненужные значения мы можем написать под подчеркивание это общепринятое ну уговор такой это не правило языка что подчеркивание мы используем для как placeholder вот если например эта функция выдавала три результата первый второй нам не нужен а третий мы заносим в div то вот мы бы написали например так но в данном случае предупреждение совсем другое смотрите мы как бы отбросили ненужное первое значение которое возвращает эта функция но потом хотя оно нам не нужно мы в принте начинаем его печатать вот оно у нас и подчеркнуто и тут у нас предупреждение написано что использован здесь placeholder со значением мы предлагаем вам использовать вместо этого какую-то переменную например вот так видите уже и код понятно что нам нужно значение а и что мы здесь значение а пишем и оно уже печатается не ругается так но с другим видом предупреждения вы наверное часто сталкивались предупреждение написано этот код никогда не будет выполнен потому что предыдущие строчки всегда будут завершаться потому что условие if сработает либо так либо так и у нас функция на этой строчке закончится из-за ключевого слова return либо на этой строчке так что у нас код выполнения кода никогда не дойдет до 20 строки это не ошибка это тоже предупреждение если мы запустим скрипт просто этот код никогда не будет запускаться а вы-то думали что этот код будет работать поэтому вот нам скрипт анализис инструмент он позволяет избавиться от такого кода либо исправить ошибку в условиях возможно вы здесь ошиблись а этот код должен исполняться так ну мы уже к концу подходим урока тут еще у нас какое-то осталось предупреждение что у нас здесь подчеркнуто вот нам пишут что непонятный тип oart здесь нам подсказано что мы опечатались должна быть мы должны создавать instance новый объект типа part а мы здесь опечатались и вот нам возможно этот объект где-то есть но он не встроенный в roblox вот объект с таким именем где-то он нами создан и мы хотим его создать тогда это не ошибка но в данном случае нам все равно подчеркивают и говорят возможно вы ошиблись такой тип мы не знаем так ну и второе предупреждение написано неизвестный тип вектор 3 мы здесь ожидаем примитивный тип ну какой-нибудь там number и так далее number string вот и тут написано что функция loo которая встроенная вот type она не может возрасти не может никогда вернуть вектор 3 такой тип поэтому это условие никогда не будет работать почему она не может вернуть вектор 3 потому что вектор 3 и прочие хитрые значения типа brick color ну и так далее другие типы это все принадлежит roblox а вот эта функция type это функция языка loo очень простого когда язык loo делали никаких roblox еще не существовало так ну смотрим осталось по-моему два еще примера вы понимаете что когда у нас этот код запущен у нас код ошибки не будет скрипт будет работать просто это условие никогда не выполнится ну а раз он никогда не выполнится это мусорный код или у вас здесь ошибка так вот такой пример цикл задом наперед мы делаем от 5 до 1 и нам предупреждение в цикле вы должны мы перебираем числа задом наперед от 5 до 1 но вы скорее всего забыли шаг указать потому что в языке loo если мы начинаем перебирать числа от большего к меньшему надо всегда еще третий параметр указать шаг цикле for например минус 1 все предупреждение исчезло так ну и последний пример последний пример вот такой когда мы сразу объявляем несколько переменных в одной строчке и пытаемся их инициализировать значит присвоить им значения то у нас появляется предупреждение что мы два значения пытаемся в три переменные занести а здесь наоборот мы пытаемся три значения в две переменные занести ну естественно мы где-то здесь ошибку сделали опечатку здесь мы просто должны добавить третье значение вот а здесь одно из значений убрать все все предупреждения закончились ну что ж здорово предлагаю всем подписываться на мой канал ставить лайки слать донатики обязательно в наш дискорд сервер подключайтесь там очень здорово и вам могут помочь всем пока